Продолжение следует... Чтобы выяснить причину этого, исследователи заставили всех испытуемых откашлять мокроту из легких, и у тех, кто придерживался высокосолевой диеты, оказалось втрое больше воспалительных клеток и в два раза выше концентрация медиаторов воспаления. Но почему? Как потребление соли связано с воспалением? Западная диета с высоким содержанием насыщенных жиров и соли уже давно постулируется как одна из потенциальных причин роста заболеваемости аутоиммунными болезнями в развитых странах. Стремительно растущая частота аутоиммунных заболеваний может быть связана с чрезмерной активацией иммунных клеток, называемых Т-хелперными 17-ти клетками. Было показано, что развитие рассеянного склероза, псориаза, диабета первого типа, синдрома Шегрена-Астмы и ревматоидного артрита связано с воспалением, вызванным ТЭЧ-17. И одним из триггеров для активации этих 17 клеток может быть повышенный уровень соли в нашем кровотоке. Содержание натрия в обработанных продуктах и фастфуде может быть более чем в 100 раз выше по сравнению с аналогичными домашними блюдами. А хлорид натрия, соль, как оказалось, способствует развитию аутоиммунных заболеваний путем индукции этих вызывающих болезнь ТЭЧ-17 клеток. Оказывается, существует фермент, чувствительный к соли, который отвечает за образование этих ТЭЧ-17 клеток. Повреждение органов, вызванное высокосолевой диетой, может также активировать другой тип воспалительных иммунных клеток. Высокосолевая диета может перегружать почки, лишая их кислорода и провоцируя воспаление. Чем больше соли давали людям, тем сильнее активизировались воспалительные клетки-моноциты, связанные с вызванной высоким потреблением соли кислородной недостаточностью почек. Но это исследование длилось всего две недели. А как насчет долгосрочного исследования? Одна из трудностей в проведении экспериментов с натрием заключается в том, что трудно заставить людей, ведущих свободный образ жизни, соблюдать определенное потребление соли. Можно проводить так называемые метаболические исследования, когда людей на несколько дней запирают в больничной палате и контролируют их потребление пищи. Но это невозможно сделать на длительный срок, разве что запереть людей в космической капсуле. Проект Марс-520 – это 520-ти дневная симуляция космического полета с целью посмотреть, как люди будут вести себя на пути к Марсу и обратно. В ходе исследования было обнаружено, что у тех, кто придерживался высокосолевой диеты, заметно увеличилось количество моноцитов – иммунных клеток, которые часто увеличиваются при хроническом воспалении и аутоиммунных заболеваниях. Это может раскрыть одно из последствий избыточного потребления соли в нашей повседневной жизни, поскольку это так называемое высокое потребление соли на самом деле может быть просто средним потреблением соли. Кроме того, наблюдалось повышение уровня провоспалительных медиаторов и снижение уровня противовоспалительных медиаторов, что говорит о том, что высокосолевая диета способна вызвать чрезмерный иммунный ответ, который может нарушить иммунный баланс и привести либо к трудностям в избавлении от воспаления, либо даже к повышенному риску аутоиммунных заболеваний. Что делать, если у вас уже есть аутоиммунное заболевание? Потребление натрия связано с повышением активности заболевания при рассеянном склерозе. Если наблюдать за пациентами с рассеянным склерозом в течение нескольких лет, то у тех, кто потреблял больше соли, в 3-4 раза чаще случались обострения, в 3 раза чаще развивались новые поражения мозга, и в среднем у них было на 8 поражений больше, 14 в мозге, по сравнению с 6 в группе с низким содержанием соли. Итак, следующий шаг – попробовать лечить пациентов с помощью снижения потребления соли и посмотреть, станет ли им лучше. Но поскольку сокращение потребления соли в любом случае полезно для здоровья, я не вижу причин, по которым кто-то должен ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok